всем добрый день у нас на дворе 12 октября столько было дождей сегодня первый солнечный день я не знаю за сколько времени я наконец-то начала убирать все в теплице ну тут меня в общем задача все убрать обрезать снять капельный полив сегодня у нас сломался керхер у нас сломалась газонокосилка керхер если приедет сегодня не поздно я помою вот собираю последний урожай и газонокосилка если 7 приедет по моему она не не успеет в общем надо будет последний раз покосить и уже всю скошную траву вместе с листьями я буду закладывать вот сюда на грядке так я вам хотел показать смотрите наверно что касается обрезки гортензий но пока они постоят вот у меня пион все жду успеет он раскрыться не успеет чтобы посмотреть белый он за другими максим делает вот здесь вот дальше у нас новый год покажу вам пока у нас красота наконец-то мы сняли отсюда щит баскетболь так что я хотел показать розочку у меня да кстати была в неделе в отпуске ничего не снимал никуда не ездил но связи с осенью очень никакого настроения не было я себе дала возможность отдохнуть вот эта желтенькая розочка тут видите цветет еще вместе бабл у меня вот бутона не знаю успеет тоже выпустить не успеет как погода позволит виноград фикарный и я вам хотел сказать а вот малину я в те выходные здесь обрезалась и наверно если получится сегодня не знаю надо будет я уже поняла что вот эту траву осенью надо обязательно обрезать потому что она весной в мир за это в прудик а потом и вообще сложно убрать подзиму 8 я выработала для себя такое тут правило чтобы всегда зиму обрезать по возможности вот у меня тут есть малинка видимо ремонтантная но она сладенькая гортензию я уже как на листную укрыла укрыла спамбондом в два слоя потому что ночью у нас заморозков еще нет но такая уже температура к специально вот он не очень толстый у меня на зиму есть толстый слой просто сейчас если буду дождя на намокнет чтобы уложить уже сухим и я всегда у меня же дубы дубы растут я собираю дубовые листья в сухую погоду кладу их в пакет оставляя дома у нас дома за тепло чтобы они были сухие он видеть эту простет листьев много в общем надо и укрываю гортензию дубовыми листьями вот они не гниют ну то есть хватает их до весны этот еще особо не опал вот тут по побольше но чем не знаю не буду загадывать что все не успею в общем задача максимум разобраться с теплицей хотя бы красиво сегодня очень красиво я прям в окно смотрю и любуюсь сейчас очень сильный ветер все соседи шумят надеюсь что меня будет слышно просто срока с вами пройдусь покажу убрала я теплицу нам приехал керхер а жду максима освободиться надо будет ну чтобы он не собрал помыть теплицу я ее мою два раза за сезон ну точнее в конце сезона осенью и весной мою просто водой и уже у меня несколько лет все нормально с фитофторой со всем остальным и вместе у меня помидоры огурцы в одной теплице как-то я справляюсь но то что вот в конце осени все заболевает это понятно я тут даже не в общем меня это не особо волнует а вот максим должен снять вот здесь вот капельный полив вот эти штучки я либо осенью снимаю люби зимой либо весной в общем я их всегда стираю чтобы тоже лишнее ну вот все грибы которые за сезон на них оседают в общем я их тоже простир вы носим когда бывает время тогда этим занимаюсь вот такие веревочки я с ними ничего не делаю но они в принципе долго и не живут вот так что косилка нам не пришла еще соберем я сегодня помою и когда покосим вот здесь вот я заложу все травой вот у меня носились помидор решил оставить прям не выдергиваю это томаты это видимо помидорки упали населись там оставим их посмотрим но я думаю что вряд ли не конечно зиму переживут вот так на всякий случай мало ли вот сеть какая красота очень мне нравится вечером вам покажу как у нас тут все горит так пойдем давай включай сейчас мы посмотрим готовимся к новому году вот 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 Какая красота. А, вот вам еще не показала. Вот эта розочка Ферри. Вот она на цыпке мелкая. Здесь она покрупнее. Видите, цветет. Все-таки я хочу ее, наверное, с оцыпки пересадить. А вот здесь у нее такие прям плети большие. Хорошо так она растет. Знаете, чем я сейчас занимаюсь? Я чищу туйки. В принципе, сейчас вам покажу. Они у меня не так сильно тут загущены. Я периодически чищу. Единственное, что сейчас прям так тяжело залезть. Я думаю, я, наверное, весной на лестнице и буду стричь, и буду чистить. Что-то я сейчас начала. У меня везде эти хвои. Но тяжело без лестницы, короче говоря. Они уже стали очень высокие. А отложу до весны. Начала. Ну, то есть, это... А папская хвоя, конечно, есть. Но, смотрите, в принципе, ствол не такой запущенный. То есть, я периодически, не могу сказать, что каждый сезон, ну, я здесь спичищу. То есть, прям вот, чтобы тут было все, запущено, такого нет. Мне кажется, после зимы надо будет почистить. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, все, я мучилась, мучилась. Обрезал вручную. Максим говорит, да, это же можно скосить. Вот я попросила и вокруг этого покосить. Потому что трава вот здесь вот, конечно, неудобно. Я все равно потом прудик почищу. Вот эти вот заросли. Удобно, конечно, так. Ну, ты не надо. Что, постоянно отстегивается? Да? Ну, так, смотрите. Максим все прокосил. Теперь мне надо, во-первых, все собрать и еще из прудика все вытащить. Ну, это лучше, чем я вручную бы обрезала. Заодно вот это траву подстрыгали. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что? Все помыто. Лестницу от бассейна мы ставим сюда, чтобы она не портилась под снегом. И газон-косилку нам не привезли. Да, кстати, у нас сегодня уже воскресенье. Солнышко вчера было и хватит. Я даже сейчас попробовала керхером помыть вот эту туйку. Но я вам скажу. Вот показываю, да? Но это не очень хорошо, потому что, вот, смотрите. Мне кажется, все-таки вручную это все лучше делать. Вот. То есть... Ну, это я попозже почищу. То есть почистить можно даже и весной, и когда будет снег. Сейчас как-то это... Я так замерзла. Мокрого. Сейчас Максим моет. Я попробую вон те тучки немножечко тоже почистить. Так, ну, помыть их. Большие мои барабанты, конечно, только вручную. Только вручную, по-другому никак. Но, может быть, еще на следующих выходных почищу. Знаете, сейчас будет все больше и больше свободного времени. Вот мы на следующие выходные будем косить. Поэтому я вот эту вот лесу всю не собираю. Газон-косилка соберет. Вот. И сейчас, наверное, обрежу гортензию. Газон-косилка соберет. Так, посмотрите. В принципе, ну, вот эти туйки, они, видите, они достаточно такие тоненькие. Вот сколько налетело. С такими вот туйками справляется керхер. Особенно вот с этими, с маленькими. Которые побольше, которые побольше, я думаю, что вряд ли. Смотрите, я вам сейчас покажу, я так замерзла, потому что промокла в теплице, пока обрабатывала, ну, мыло. Что я делаю. Что я делаю с этой гортензией. Это обычная анабель белая. Я сейчас, я, в общем, проводила эксперименты. Короткие, ну, в общем, дело очень коротко, очень длинно. Мне понравился средний. То есть я оставлю где-то 4-5 почек и подстригую ее. Самые мелкие вырежу, те, которые поземлела, лучше тоже вырежу. В общем, сейчас я обрежу, потому что я вспомнила, а уже метельчатые, буду обрезать, ну, наверное, в следующие выходные. Так, ну, смотрите. Я подстригла. То есть где-то поменьше, где-то на одну почку побольше. Вырезала все тоненькие веточки. Вот виноград немножечко тут очистила. Вообще еще я вот эту часто стригу ярусами. То есть серединка у меня идет повыше, а нижние идут пониже. Либо наоборот. Но смысл такой, чтобы он был вот так вот шапочкой. Поэтому сейчас будем стричь. Тоже удалю лишние какие-нибудь. Тоненькие все, которые ветвятся, которые вбок пошли. Вот. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вот раз у меня гортензия, вот два. Все у меня. Телефон разрядился, поэтому снимаю уже концовку. Так, смотрите, чем хорошо еще. Видите, сосна. И вот у нее хвойный опад падает. Видите, прям в гортензию. Это очень хорошо, потому что, во-первых, такой слой. Она и подкисляет, и укрывает, и все хорошо. И я иногда сосну, вот хвойный опад тоже собираю. И под рододендроны кладу. Под гортензию, под рододендроны. У меня вот, представляете, с одной и скука. Если пособирать, и вот с этой. Вот. Так что все. Всем пока-пока. Сегодня уже у нас осень-осень, два градуса, холодно. Субтитры сделал DimaTorzok